утро переменная погода плюс 15 вчера был сильный дождь выбрался на разведку в один ознакомых грибных лесов не был здесь дней 8 хочу проверить пошли ли лисички желтые настоящие возможно будут подосиновики скоро уже белые грибочки пойдут так а вот и первые грибы сегодня обалдеть можно это лисички настоящие вот они пошли пошли в рост первые грибы лисички в карелии сезоне 2024 а там что творится грибы пока еще маленькие дня 45 подрастут можно будет собирать растут массово уже ух ты там сколько их а вот вчера прошел обильный дождь и вот они выскочили огромная семья красота какая какие покрупнее возьму может быть и на жареху удастся собрать и взять что-то совсем малыш не вот такая вот первая семейка в этом сезоне начало есть всех приветствую на канале сказочная карелия меня зовут руслан сегодня 4 июля тихая охота продолжается смешанный лес прионерского района карелии пропустил не жалею уже что выбрался на разведку проверить пошли желтые лисички да уже поляны 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 образуются грибов этих почистил и в корзинку так это у нас лисички да вот еще одна ничего себе вот совсем малюсенькие вылезают вот она семья какая 1 лисички сезона 2024 в карелии вот они этот размерчик уже можно брать молоденькая такая крепкая много в прошлом году нас ушел грибов кому интересно пишите на электронную почту ох какая плотная к отборная лисичка огромная семья малышня можно сушить мариновать жарить очень вкусно со сметанкой такая шкалата вот какие уже большие эту малышню оставлю идем дальше так вот здесь вот до корней кто-то разрыл ух оглядеться посмотреть ух есть вот и первый подосиновик да думал показалось вслед за лисичками вот такой вот уже средний гриб проверим как качество природная зона карелии тайга звери в лесу хозяева а мы гости достаточно плотная шляпка но разрежем оставлю бельчатам несколько дней назад собирал подосиновики все были чистые вот как вы заметили уже связи сухой солнечной погодой червячки проявляют активность новый слой пока не пошел еще завтра обещают грозы обильные дожди думаю грибов будет значительно больше а вот там еще одна полянка с лисичками растут большими группами важно найти 12 грибочкой посмотреть вокруг вот еще вот эта красота черничники аккуратненько то можно взять что-то будем оставлять пусть подрастают позже соберу ли другие грибники возьмут а это чищу и в корзинку добрался до черничника проверить ягодку вот она спелая местами уже в этом году будет достаточно несколько возьмем на пробу появляется ягода на открытых участках в самом лесу еще нету во сколько все усыпано будет вот она красота витаминная обедение так здесь у нас рогатик прямой за туру неважного качества я думаю дней 10 наверное уже вырос назад как потемнел как коралл здесь такая тропинка интересная и в этом месте тоже собирал грибы вот они полезли посмотреть сколько их здесь начало положено как говорится аккуратненько вот эта школа то все такая вот огромная семейка как красиво растут во сколько любите чернику очень полезная витаминная питательная да очень много ягоды будет перекус небольшой идем дальше елочки березки осинки рябинки добрался до места вот каждый год в этом месте лисички вырастают кто-то срезает кто-то рвет грибницы все равно каждый год плодоношения в одних и тех же местах аккуратненько вот эту школоту оставлю подрастать очень много малышей растет вот здесь болотинка открытый участок побольше влаги солнечных лучей это у нас скорее всего опятки летние пристроились а вот среди валежника растут лисички отличная новость приметил издалека значит в этом году будет их достаточно немножко надо подождать подрастут чтобы покрупнее возьму отсор очищу остальные пусть растут и радует грибников да можно сказать уже огромные поляна лисичек растут в лесу ни одного грибника пока не встретил но надо немножко обождать чтобы подросли я думаю дня три-четыре рогатик еще прямой лиромария знакомые у меня их собирали съедобный гриб должен быть белый окрас вот по всему дереву идет смотрим лисички еще вот их сколько здесь совсем малышня сфагнум елочки среди сфагнума зелененький качественный очередная семейка пытаясь вам передать эту всю красоту вот сколько этих грибов растет там их сколько еще и важно не затоптать ну думаю на жарёку сегодня точно уже насобираю что-то выберу малюсенький оставим в лесу буквально 20 минут вот уже как вы видели сами огромные поляна можно сказать пошли лисичек первые в этом году долго тут задерживаться не буду что-то взял я думаю на жарёку точно будет да вот семья приметил очередное плодоношение у лисичек в наших краях с начала июля и до первого снега собирал их и из-под снега что-то возьмем что-то оставим в этом году значит будет много лисичек вот еще наверное в этом видео покажу как я их сушу малышня и сейчас буду двигаться дальше хочу посмотреть еще несколько своих грибных мест с подосиновиками а может и белые грибочки будут а вы не забывайте подписываться кто это еще не сделал жмите колокольчик чтобы не пропускать новые видео ставьте лайки пишите комментарии проверю еще один лесок вот сколько влаги это иван-чай с мой рост можно собирать ферментировать качество супер пещернику гляну еще в этом лесу я думаю она уже поспела местами тоже место с красными подосиновиками но видимо следует ожидать новый слой или я ошибаюсь вот а это а это что все в прямом эфире обалдеть можно вот эта красота думал сыроежка можно выкручивать срезать как вам удобней вот только что начал говорить про красные подосиновики и вот малыш сразу на моем пути здесь посмотрю еще вокруг как вы заметили влажный участок елочки растут иголочки вот елки-палки а лягушка что ли испугался вот очередной стоит старичок рвать даже не буду оставлю зверюшком красный подосиновик так это у нас то есть прячется друзья посмотрите красавчик это белоножковый подосиновик первый в этом сезоне добрался до очередного своего места грибного в прошлом году здесь собирал массово белоножковые подосиновики огромные поляны были внимательно посмотреть надо вот еще один стоит это чудеса это просто чудеса вот если вы знаете плодоношение таких грибочков будут радовать вас каждый год они вот это чудо это чудо гриб а у вас растут такие интересно почитать как они вкусно пахнут первые белоножковые подосиновики в карелии в сезоне 2024 такая сладкая парочка сейчас поставлю корзину обойду посмотрю еще внимательно идеальный и этот плотненький то что надо а вот там белоножковые подосиновики все рядышком здесь сразу же еще один стоит ну тоже для зверюшек оставим очень интересное место как по мне перспективная вот еще один стоит старичок давай доживай каждый год на одних местах грибы собираю прямом эфире все еще один черничник вот такой вот крупный достаточно бельчат там добрался до очередного черничника ягода местами есть местами еще не спелая зреет вот вроде бы один лес все зависит от места расположения бруснику посмотрел ягоды пока нет но кусты отцвели грибы как вы заметили растут локально в Карелии обычно начинают собирать в августе месяце поэтому в это время пока грибников не встречается вот небольшое болотце пройду сквозь него и буду двигаться в обратном направлении очень красиво непередаваемые ощущения сосна березы солнце все выше и выше в этом году очень мало дождей елочка лишайник у снея называется борода каждый год по одному сантиметру растет отрезаю таким образом эту часть беру сейчас она влажная подсохнет и можно заваривать зимой от протудных заболеваний помогает такая вот лесная аптека не могу пока сказать что в лесу много грибов но они растут и радуют грибника посмотрю еще одно место но резаных грибов не встречал видимо грибнички еще не ходили а думал подосиновик а вот чудом его приметил подосинкой черной подосиновик листик то раз старичок давай доживай вот здесь осенью очень много подосиновиков красных помню собирал в прошлом году смотрите более ранее видео очень интересные и познавательные метров 150 еще и еще одну локацию один лесочек гляну главная разведка сегодня не зря прошла уже как я считаю пошли настоящие лисички желтые первые в этом сезоне и это не может не радовать а вот там гриб вижу так вот что на моем пути желтобурый подосиновик уже такой неважный тоже дней 6-7 пробегусь посмотрю новый лесочек свеженький такой высокий вот он иван чай посмотрите роса очень высокий я признаюсь никогда не заготавливал их очень интересно поделитесь информацией кто ферментировал собирал тоже огромные плантации здесь качественный лист как по мне отцвел уже около двух часов в лесу достаточно нашел средних грибов крупных самое главное пошел молодой слой небольших подосиновиков красненькие так 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 это что в прямом эфире а вот желтобурый плотный о да тоже такой неважный старичок оставим его бельчатам придут полакомиться свои грибы сегодня нашел нашел сегодня и красные подосиновики и несколько молодых белоножковых подосиновиков самое главное пошли в рост и огромными полянами лисички настоящие желтые в этом лесу черника тоже есть местами поспела ягоды где-то зелененькая еще собирать тяжелый труд ручками ягоды черника есть также сушеная черника наличие отправляя почты россии и страны снг мой адрес электронной почты в описании к этому видео немножко подкреплюсь утолю жажду и продолжу поиск грибов да вот чернику поел и сразу же зрение улучшилось и это факт вот там еще грибочек ой 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 мама дорогая вот это красавец а вот такой вот желтобурый подосиновик опрятный от солнышка немножко выгорело шляпка посмотрю еще местечко с лисичками выскочили там либо нет там лесу тоже есть лисичка вот они повсюду пошли в рост вот такое чудо важно не затоптать вот я тут сколько будет много малышня повсюду вот там еще семейка еще вижу спасибо лес тебе за дары грибов немного но достаточно эти грибы буду готовить послезавтра маме день рождения а в этом видео покажу один из своих способов сушки лисичек шу лисички желтые настоящие вот такое качество сухие грибы электросушилка 45-55 градусов 4 поддона получилось вот они готовы запасы на зиму какой запаха божественный гостиной 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 . Продолжение следует...